Еще немного и прозвенит заветный последний звонок. Учебный год подошел к концу и многие школьники строят планы на предстоящие летние каникулы. Сегодня в Воскресенске зародилась традиция. Проводить торжественную линейку лучшего учебного заведения округа теперь будут в парке усадьба Кривякина. В этом году такая честь выпала лицею номер 22. Приветствовали ребят и педагогов глава округа Артур Болотников и священник Евгений Ромашкин. Вы являетесь действительно флагманом учебного заведения Московской области. Вы входите в сотню лучших учебных заведений и на вас это накладывает определенные обязанности. Я надеюсь, что по завершению обучения, получения высшего образования вы вернетесь на нашу Воскресенскую землю для того, чтобы мы сделали наш Воскресенский край краше, лучше и профессиональней. Желаю вам, чтобы каждый выбрал себе дорогу по душе, но при этом всегда оставался добрым, честным, отзывчивым, внимательным друг к другу, помогали бы друг другу. В 20 школах округа отзвенел последний звонок. Эмоции сменяли друг друга, переходя от радостного предвкушения каникул к неуемной грусти и волнению перед предстоящими экзаменами. И, конечно, все внимание в этот день приковано к главным виновникам торжества – выпускникам. Даже мамы не узнали в этот час детей своих. Вот они какими стали. Полюбуйтесь-ка на них. Оправдали ли ваши надежды? Не знаю. Ведь экзамен конечный, еще так далек. А пока дневник школьной жизни листали. В нем остался последний чистый листок. И на нем напишу, постараюсь, красиво. И огромными буквами слова «Спасибо». Более 600 выпускников 11 классов округа вступают во взрослую жизнь. В этот день они становятся историей любимой школы и Воскресенска. Для 22 лицея выпуск этого года очень богат на достижения. Нынешние выпускники особенно урожайные. Среди них два призера заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Семизоров Тимофей по истории и Енина Арина по физической культуре. Кроме того, это талантливые ребята, которые побеждали и на муниципальном, и на региональном уровне Всероссийской Олимпиады школьников. Ну и кроме того, среди них есть талантливые спортсмены, талантливые музыканты. Ну и шесть человек из 23 на сегодняшний день претендуют на получение медали за особые успехи в учении. Свою историю в жизни школы ребята создавали по-разному, но все делали это ярко, дерзко и уверенно. Переходя на новую ступень своей жизни, сегодняшние выпускники загадывают желания и строят планы на будущее. Конечно, немного грустно, что мы заканчиваем школу. 11 лет уже прошло, время пролетело крайне быстро, но впереди поступление в университет, экзамены, это самый главный этап нашей жизни, поэтому надо радоваться и настраивать себя на лучшее. С одной стороны радость, то, что ну вот какие-то школьные годы они закончились и впереди что-то новое ждет, это всегда с таким трепетом и все-таки радостью, да, к этому подходишь, но с другой стороны это грусть, потому что ты больше не побегаешь по школьным коридорам на переменках с друзьями, ты как-то это все уходит и дальше какая-то взрослая жизнь, она пугает, но это сложные эмоции, которые вот так описать в двух словах невозможно. Много слов благодарности звучит в этот день в адрес учителей и родителей. Их вклад в судьбу каждого ученика невозможно переоценить. Двери родной школы всегда будут открыты перед этими талантливыми и амбициозными выпускниками. Воспоминание о каждом из них останется в сердце педагога. У меня были замечательные дети, я хочу им пожелать, чтобы они себя нашли в этой жизни, нашли свой путь. Я хочу, чтобы у них была любимая профессия, которая доставляла бы им удовольствие. Сегодняшний последний звонок для меня состоялся еще и как для учителя, потому что у нынешних выпускников я был 7 лет учителем русского языка литературы. И 30 мая нам предстоит все вместе испытания, единый государственный экзамен. Они будут сдавать в аудитории, а я буду в своем кабинете грызть ногти нервические и сдавать вместе с ними мысленно. Поэтому я хочу пожелать, чтобы им сопутствовала удача, чтобы все ожидания, связанные с высокими баллами, обязательно сбылись, чтобы их не покинул здравый смысл, чтобы они терпимо приняли удар единого государственного экзамена, но и поступили в ожидаемые вузы. На смену сегодняшним выпускникам пришли новые ученики. И теперь они будут вписывать свои имена в историю школы. А 11-ти классники в последний раз танцуют школьный вальс и отправятся навстречу новой жизни. Юлия Теунова, Евгений Стародубов, Новости Искровект.